Во имя Отца и Сына и Сына Духа. Сегодня, братья и сестры, мы слышали с вами отрывок Евангелия от Луки с очень поучительной историей о том, как Господь наш Иисус Христос проповедовал, и, подходя к городу Иерихону, на дороге сидел некий слепой человек и просил подаяния. Как мы знаем, когда Христос проповедовал, с ним всегда ходило огромное количество людей, тысячи желающих услышать Слово Божие. И слепой, когда услышал, что приближается какая-то огромная толпа, он стал у людей спрашивать, проходящих, что это такое, что за люди идут. И ему отвечали, что это идет Иисус из Назарета. И поскольку весь еврейский народ знал, что должен прийти Мессия, и люди знали, что ходит такой человек, который исцеляет, проповедует, слепой стал кричать, сыне Давидов, спаси меня. А толпа, проходящая мимо, стали ему говорить, тихо, тихо, не надо ничего говорить, сиди молча. Видят, коллега слепой сидит. Никто не захотел ему помочь. А он еще больше стал кричать, Иисус, сыне Давидов, помилуй меня. Иисус услышал, попросил привести этого человека к нему и спросил, что ты хочешь от меня. И слепой сказал, хочу видеть. И тогда Господь ему сказал, вера твоя тебя спасла. Прозри. То есть начни видеть. И, как пишется в Евангелии, после этого слепой стал видеть. И люди, которые находились рядом, видя это чудо, стали хвалить Господа. И сам этот слепой пошел за Христом, чтобы дальше слушать его Слово Божие. В чем поучительность для нас этого отрывка из Евангелия? Господь прямо сказал человеку, что его спасло, его вера. И касается это каждого из нас, братья и сестры. Потому что мы с вами в какой-то степени уподобляемся фарисеям. Мы считаем, что для нас важно правильно свечки поставить. Правильно вычитать. Такое ужасное слово. Вычитать молитвенное правило, а не помолиться. Не помолиться на Божественной Литургии, а отстоять Литургию. И вот много таких происходит подмен. И в итоге мы вроде бы живем духовной жизнью, а веры-то у нас нет. Мы не чувствуем, что Господь живой, что Он рядом с нами. Мы не можем, как этот слепой человек, звать Спасителя и просить Его о помощи. Еще больше людей, которые в наше время считают себя православными, но при этом в храм не ходят совсем и говорят, Бог у меня в душе. Все вы знаете, таких даже среди наших близких очень много, среди знакомых. И говорят, да, я верю, что-то там есть наверху, но Бог у меня в душе. И вот проблема слабой веры, это самая большая проблема всех времен, особенно сегодня, в наше время. Потому что появляется много разных лжеучений, много разных философских течений, которые пытаются собой заменить религию, чтобы увести человека от общения с Богом. Но без наших усилий, без нашей веры мы не сможем никак приблизиться к Богу и не сможем спасти свою душу. Если мы с вами посмотрим на жизнь святых людей, то мы не увидим практически тех, кто стал бы святым в одно мгновение. Даже мученики должны были пережить что-то, чтобы прийти к Богу и своей кровью искупить грехи и тем самым спасти свою душу. Их мученический подвиг приводил к Богу множество других людей, но большинство святых становились таковыми только в результате долгих лет духовной жизни с Богом. Как мы с вами можем сравнить это с нашей обычной жизнью? Если мы болеем чем-то, врач нам назначает лечение. И если мы его выполняем, то есть польза от этого, мы становимся здоровыми. Если мы не будем этого выполнять, то пользы не будет. То же самое в спорте. Никто не становится чемпионом просто так, потому что захотел. Люди годами над этим работают. И вот в духовной жизни то же самое. Мы приходим в храм, чтобы исцелить свою душу от греха, чтобы изменить свою падшую человеческую природу и укрепиться в вере. Но сделать это можно только, если мы будем сами стремиться к Богу. К сожалению, мы не стараемся при этом. И удивляемся, почему Господь не отвечает на наши молитвы. Почему жизнь наша складывается не так, как мы хотим. Да потому что веры у нас нет. Наша вера, она нас не спасает, как этого слепого. Потому что мы не верим в Бога. Вот на острове у нас больше двух тысяч человек живет. А в храме сегодня меньше десяти. Во что верят все остальные? Где эти люди сегодня? К сожалению, братья и сестры, укрепить веру мы можем только, если будем стремиться к Богу всей душой и всем сердцем. Если будем участвовать в таинствах. Если будем просить у Господа сил, чтобы укрепить нашу веру. Если этого не будет, то и прогресса в нашей духовной жизни тоже не будет, к сожалению. Большинство наших проблем можно было бы решить, если бы у нас была такая же крепкая вера, как у этого слепого. Я хочу пожелать, братья и сестры, чтобы этот отрывок из Евангелия помог каждому из нас укрепиться в вере, по-другому посмотреть на свою духовную жизнь. Возможно задуматься, что мы что-то делаем не так и что-то изменить в своей жизни, чтобы вера наша укрепилась. Спаси Господи, Божьей помощи и ангелы-хранители.